Что же, всем привет, дорогие друзья. Вышел клип на песню Радио Тапка из альбома Эпоха Империи. Белая леле. Самое забавное, что само аудио, я сейчас даже не поленюсь, посмотрю. Ома гад, поко! Само аудио длится 3,45, а клип длится 4,05. Ну, я вряд ли думаю, что там вот эта вот вставка 20 секунд, хотя возможно. Ладно, все. Так, лайк, естественно, поставим и погнали. 20-е место на вкладке в тренде. Громче, конечно, надо делать сразу. О, какая графика офигенская. Ну-ка, дайте даже посмотрим. Ну, хотя, да, примерно 20 секунд и получается, как раз я наврал тут вам немножко. Вместо SWARTUNDER. О, давно не было коллабы с ВАРТАНДЕРОМ. Не, ну песня самая мощная вообще на самом деле капец. Песня мы знаем, песня мощная. Так я вас подвинул, а так делал. Ну, песня мы знаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, песня. Ну, песня. Ну, песня. Ну, песня. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, песня. Вот, песня. Ну, песня. Ну, песня. Да. Или немецком. Да. Растворился в небесах. Ваканда. Из дрона с меня поприкольно. Вау. Обожаю кадры из дрона. Красивые. О, детали. Вау. Тверская. Блин, ну вот это вот последний. Последний припев, где они играли на фоне самолета, это прям веет саботоном. Да и сам клепак тоже веет саботоном, в принципе. Ну, что сказать. Ну и каверами и тапка на саботон, потому что совместно с War Thunder, там все дела. Ну, что сказать, клепак на самом деле мощный. Честно, он мне понравился даже больше, чем «Искупление огнем», потому что «Искупление огнем» получилось немного не таким, как я ожидал. Ну, вот так вот. Хотя песня сама мне больше нравится, чем «Белая лилия», но уж так вот получилось. Что сказать хочу. Прикольно, что он тут во время соло ставил гитариста, играющего на танке. Это прикольно выглядит. Ну и, конечно же, кадры с дрона. Это тоже очень красиво и мощно сделано. Это даже еще раз пересмотрю. Ее свет нес им крах, ее тень не терялась в пустах. Ее дух жив в сердцах, ее свет растворился в небесах. Ее свет нес им крах, ее тень не терялась в пустах. Ее дух жив в сердцах, ее след распоился в небесах. Не, ну круто, круто. По клепаку это прям саботон еще вообще конкретный. То есть тут и эти стоят, все и вокалист один. То есть не тапок, как в своих каверах, он один там за всех фигачил на барабанах и на гитаре, и на басу. А тут он это, с командой своей. Сейчас вставлю, наверное, моменты с конца концерта. Кстати, да, насчет, насчет ролика с мнением о концерте, о концерте. Он будет. Я, правда, честно не знаю пока когда. Возможно, в конце октября, начале ноября. Потому что сейчас у меня вообще нет на него времени. И, то есть я хочу именно вот запариться над его монтажом там и всем этим делом, чтобы он вам понравился. Не хочу просто там переживать да и выплюнуть, чтобы мне самому это не нравилось. Также хочу официально объявить, что рубрика влог, по крайней мере, сколько еще? Ну, короче, в ближайший месяц рубрика влог будет выходить по воскресеньям. Не знаю, во сколько конкретно, то есть конкретного времени не будет, но по воскресеньям, каждое воскресенье будет на этом канале заливаться новый влог. Так что ждите. Возвращаясь к клипу, на самом деле клип мощнейший. Я еще раз скажу, что он мне понравился намного больше, чем даже Искупление огнем. Потому что мне в Искупление огнем не хватило, знаете, экшена такого прямо вот. Там где прямо вот за ними гнались, точнее их не сжигали, их вешали там, в темнице их заключали. И как они сами себя сжигали, то есть, ну, непонятно, что, как там было, респект тапку потопил, потопил Бисмарк ради ролика и столько кораблей, потопил Бисмарк и столько кораблей ради одного клипа, респект. То же самое и здесь, то есть, понятно, что сжигать по-настоящему никого не надо. Но просто вот эти сами кадры кинематографичные были бы намного уместнее в контексте песни. Я ни в коем случае не говорю, что клип на Искупление огнем плохой, просто он получился не таким, каким я его представлял себе в голове. То есть, даже я говорил в реакции на аудио, что единственный раз упомянул про клип, что типа вот я думаю, что на эту песню будет мощнейший клип. В итоге клип такой, по сравнению с аудио, конечно, аудио выше намного. Ну, что вам еще сказать? Ждем Гангут, определенно ждем Гангут, потому что, ну, он 100% будет, потому что тапок про него уже говорил. И ждем какой-то еще один релиз именно клипа, непонятно какой. Либо Распутин, либо Смута. Честно, мне кажется, что будет Распутин, потому что Смута, не знаю. Смута слишком, наверное, скорее всего, сложна будет в своем создании, потому что там Ихоткевич прорвется к Москве, и Шульский в лапы гены, и Патриарх Гермоген созывает крестьянский народ, или поднимает, поднимает. И там и Минина Пожарского надо показать, короче, и все. И еще и зимой это снимает, а то есть зимой же сложнее все это снимать, это понятное дело. Ну, хотя, этого, Распутина тоже надо зимой, но, короче, не знаю. Время покажет. Время летит вперед. Ладно, время пролетело, и реакция закончилась. Всем до новых встреч. Покедова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok